Церемонию определения полуфинальных пар финала четырех провели Виктор Паладенко, спортивный директор Федерации гандбола России и олимпийская чемпионка левый полусредний Ростов-Дуна Владлена Бобровникова, которая недавно в Будапеште участвовала в подобной лигочемпионской жеребьевке. Вудапеште очень переживала, потому что, во-первых, это было на английском, там не только надо было стоять, как бы вытягивать, там нужно было давать интервью, мы сидели, то есть разговаривали с ведущими, и там было очень наша ответственность, потому что я говорю по-английски, но не настолько, как по-итальянски. Вот, и, конечно, чтобы было проще, я бы лучше просто вытягивала, кого вытянула, как бы того вытянула. Я рада, что так получилось, что нам повезло, как бы и была Динамо, что, конечно же, команда чуть слабее, команда чуть слабее, чем Астрахань и Кубань. В первый полуфинал хозяином Владлена определила Кубань, во второй Ростов-Дон, а дальше достала Астраханочку, которая совсем недавно одолела Трифилова и компанию в бронзовых матчах чемпионата. От начала чемпионата у меня было просто предчувствие, что нам суждено с Кубань максимальное количество игр провести, это какое-то такое судьбоносное противостояние. Я думаю, они сейчас после плей-оффа чемпионата России, думаю, лучше подготовлены, но нас это должно еще больше подхлестнуть. По сравнению с бронзовыми матчами Астрахань потеряла Сабирову, а Самохина сильно отравилась и сейчас еще слаба. А Ростов-Дон сыграет во второй полуфинальной игре с Волгоградским «Динамо», никогда грозным и непобедимым для нас соперником, а сейчас только седьмым в чемпионате. «Динамо» просто у них очень молодой состав, это тоже перспективная команда, но просто не молодые девчонки, понятно, что у нас команда другого уровня и, конечно же, лучше играть. Первый матч финала четырех начнется сегодня в 17 часов. Наш телеканал покажет игру «Ростов-Дон» «Динамо-Синара» в 20.30. А завтра, если у вас не получится отправиться во дворец спорта, смотрите игры на нашем канале в прямом эфире в 12.50 и 16.20. Лев Клинов, Руслан Хамчиев, «Дон-24», Ростов-на-Дону.